У нас есть уже Виталий Литвиненко на включении. Слово Александру Костюку. Подвести итог матча Донбасс-Витязь. Пришел главный тренер Харьковчан. Виталий Иванович, ну как оцените игру своих подопечных сегодня? Ну для первой игры в сезоне и много ошибок, и немного непривычно, видно, ребятам еще. Ну да, не скажу, что доволен, но по крайней мере в конце игры было что-то похоже на хоккей. Есть объективные же причины, потому что не хватало сегодня скоростей? Нет, в принципе Донбасс помастеровите, может быть потому, что они сделали результат и решили малой кровью завершить игру. Вот игра более-менее выровнялась. Ну а так будем работать, будем как в прошлом году стараться хотя бы отобрать очко у Донбасса. В расположении мест турнирной таблицы, наверное, ключевой станет для вас игра с белым барсом? Нет, у нас в принципе ключевые все игры того, что я не знаю, не видел Кривбас, Кременчуг очень изменился, белый барс тоже поменялся. Поэтому у нас как задача играть в каждой игре и посмотреть, что мы представляем на фоне всех команд. Спасибо. Теперь ждем представителя Донбасса. Вслед за Кременчугом сухую победу на турнире в первый день Донбасса Open Cup добыли хозяева. И Евгений Васильевич Бруй поможет нам проанализировать сегодняшнюю игру. Наверное, логичным будет у вас первый вопрос о вашем непосредственном подопечном игре Сергея Люльчука. Шат-аут, первый в свитере Донбасса. Можно поздравить Сергея? Поздравить можно, но много работы не было. Сегодня игра была такая больше в зоне соперника и больше было работы у Напненко. Но я хочу поздравить Люльчука. Все равно это победа с сухим счетом, это шат-аут. И для вратаря всегда приятно, когда игра заканчивается в пользу его команды с нулем на табло. Как вы считаете, может, дончане немного пожалели своего экс-вратаря Евгения Напненко и не стали забрасывать больше? Потому что моментов было очень много. Согласитесь, что счет мог быть? Комментов было просто предостаточно. Напненко сыграл здорово. Но здесь реализация, конечно, в первую очередь. Много вопросов есть по реализации. Ну что ж, будем работать. Это первый матч на этом турнире. Но я думаю, что все нормально. Нормально сыграли. Много борьбы было. Соперник непростой. Но я думаю, что все нормально. Первый шаг сделан. Будем двигаться дальше. Седьмая игра уже предсезонная для Донбасса. Видна положительная тенденция в подготовке к сезону? Тенденция есть. Действительно, двигаемся вперед. У нас есть много моментов, над которыми надо работать. Понятно, что через игры можно готовиться. Но должен быть еще тренировочный процесс. И я думаю, что все наладится. Все будет в порядке. Ну, то есть, понятно, что хотелось бы сыграть и выигрывать с более крупным счетом. Но это хоккей. И так вот мы сыграли сегодня. Спасибо вам большое.